и окей я вам объясню немножко правил чтобы понимали как мы все это будем делать смотри я задаю вопрос если было вы показываете было если не было показываете не было очень просто я подготовил целых 12 вопросов возможно тролли заделиться на 2 будет делиться на 2 потому что рассуждение требует времени но я думаю будем начинать не забывайте ставить лайки переходим видео без рекламы ого вы это видите без рекламы контент без рекламы и у меня кстати была драка с девчонкой но уже наверное уже все это все эту байку слышали то что я в лет 13 наверно писала девочку на колени и заставила извиняться передо мной потому что она как-то не так выразилась в мою сторону в руби нам бог да почему но не стыдно на самом деле сиквозит паре рули паре рам окей арина начинаю рассказывай как это было и почему ой замазюкалась да похуй можешь меня вытереть сегодня я вообще люблю попустила не сказала так вот было ли у тебя драка и расскажи ну в детстве я думаю была у всех девочек драка с другими девчонками да 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 понравилось я чувствую что сейчас у меня будет драка за меня я посмотрела на такое да просто такая знаете 2000-е какие значит было было девчоночки было школа 2000-е я это я понравилась какому-то мальчику и девчонка я была в ваших классах это был где-то класс 5 наверное настолько все было плохо но даже за кстати девочку которая писала на колени и она была по моему старше меня на год или два типа такого вау осуждаем это игра так вот и что произошло она после дискотеки ночью мы я вышла домой с подругой пошла домой она меня окружила толпой со своими друзьями вот достала нож такая что с него себе и говорит типа этом мы уже не помню вообще там была такая стремная штука нож но да да нас она мне пригрозила меня бить ты чай там дала мелкая была подралась конечно на плохо помню игрушечный плохо понесли но помню да вот этот нож и эти угрозы и в итоге я там она сказала если ты не извинишься это я тебя убью за что-то я такая извиняла извинилась и она меня отпустила мне но это пиздец 8 класс 5 класс но это очень жестко и не знаю это единственный случай был а в осознанном возрасте не было такого что ты ломала у меня кстати в осознанном возрасте было когда мне было лет наверно 16 17 были в этом заведении в кафе вечером и одна девчонка начала толкаться добром жестком то есть вы представляете когда девчонки танцуют да и они толкаются но у меня одна такая шкура толкнула и но мне естественно это не понравилось я один раз сказала ей то что вы блять девочка давай поаккуратнее пожалуйста на ножки не наступаем танцуем в своей сторонке в эти мне не трогаем ну и она не поняла наступила второй раз толкнула меня второй раз ну что я беру гтрп эту девочку беру за волосы я не люблю на самом деле когда девчонки дерутся и берут друг друга за волосы я беру ее гтрп за волосы и просто в колено ну и она отлетает и все больше ко мне не подходила и в принципе ко мне больше не подходил никто потому что я там была еще не одна ну и все вот так вот было и это ну типа в это последний раз наверное когда я в принципе дралась при этом никаких девчонкам не было это хорошо и вы не конфликтных вообще не люблю конфликтов и я с девчонками не конфликтов киров ну киров быдло до города окей а пани михалина я что бегала на физкультуре ко мне девчонка пристала и факты к ну а мне вывернула пальцы типа ты и настрелял или просто вон там я ударил я конечно же близко века бля берегись она тебя помнит блять может еще не отомстила давай ты будем рассказывать историю то что он пытался тебя можешь рассказать еще раз на пару шла на пару у меня было пальто по крючкам не пристал еще в магазине познакомьте его отшила но я культура живая сначала вот потом я уже шла на остановку я еще ездила на маршрутка честно машину ее волос были нормально эти мажорки были так что эти стримеры вот и чел был не славянской не славянин вот так он дорогли это классическая ситуация я рассказала что не был бы очень много лет и потушила в нем на самом деле я докурила я шла сигареты и я потушила в него свою сигарету а вот у меня ударил пощечный я ему дала в нос он упал да вон там был сильный удар видимо поэтому я хотела заниматься каким-то спортом ты с ним говорим или какие-то не знаю с ним говори я понял в общем такая история неприятная то что я ударил а для меня почему дал поёбов кто знает может и своему кашу мужем разбираешься убежь его и сядешь в смысле да да какая разница муж он тебе или брат или отец ты видишь то что девушку обижают ты можешь подойти и спросить в чем дело и девушка объяснить то что ко мне пристают все если человек адекватно если парень адекватный который подошел он просто типа скажет отойди от нее и все но если он не поймет просто оттолкнуть его по плечу вот так топ трограма трет на зарплате тренировок чел пристал домогался а он мне рассказывал что он хотел меня подвести якобы у него . гури извините нет я спешу на пару два я подвезу того двое подвезу блин а ты ему чук точно помню эту картинку как я ему да и в нос он падает кровь и когда будет яркий просто смеялись и говорили красава это не хочу подвести случайно это очень стрессовая ситуация не было даже то что я занималась спортом да я понимаю но надеюсь больше у нас ситуация таких не будет но после этого я начал ездить на такси и через полтора году а и в такси тоже всякая хуйня бывает на самом деле потому что у меня есть а подруга которая села один раз в такси ну нормально такси такси все нормально вез они едут короче она замечает боковым зрением то что за ними есть еще одна машина на протяжении уже минут десяти наверно на едет за ними вот и она такая ну ладно типа ничего страшного пристегнула все нормально едут дальше она сидит втыкает в телефоне они останавливаться на светофоре вот эта вот машина которая ехала за ними все время там просто начинают выходить два чела открывают дверь у таксиста не была закрыта дверь они начинают открывать дверь и вытаскивать ее за рукав и таксист который велся типа мою подругу он просто нажимает просто в тапку газ тапку в пол нахуй и едет и закрывает на ходу эту дверь и у меня подруга ну просто чтобы понимали просто долбоебы не знаю с какой мыслью начинают вытаскивать девушку из такси я после такого тоже боялась потом такси ехать баллончик баллончик не только девочки носите собой мальчики неважно блять всякие бывают долбоебы твой вопрос было ли такое что родителям не нравилось что вы стримишь у меня было ни разу батя стрим как его подсидел вообще на стриме ну просто ему всегда же нравилось ну я вообще считаю что вот эта часть стримерши это у меня от отца вот это вот характер какой характер да знаю что это вот какой-то вообще вот творчество этого отца вот это именно чай а твой отец как-то чем-то творчеством занимался до этого вообще если бы были стрима вывы стримера учен там и музыканты актер и поэт и все вот это вот знаешь что со собрано но это все помимо для тема с таксистами так долго меня столько историй насчет такси заводил до каких-то таких вещей кроме музыки то что он действительно очень серьезно занимался музыкальное училище но говори дефолтные вот эти вот пристава не типа девушка а вы случайно не замужем ой чтобы понимали чел однажды таксист таксист моей подруги у сюда у кек макс здорово сейчас липку тебе дам ты чё едешь нет все-таки москвой в питер все москва ку ты едешь ебать я тебя жду шану кек так вот у меня чисто девочки таксист сначала предложил шоколадку потом что-то еще предложил потом такой говорит а у меня девушка точнее девушка подруга говорит нет у меня типа аллергия чтобы он отстал он говорит ой у вас на все аллергия может быть вы водку хотите и просто достаете по бутылку водки не хотите водки выпить вот эти подсчет вообще долбаем что ли прямой инвайт от тебя прилетел как не приехать сюда зарофлил просто не он на полный щах типа достал бутылку водки предложил а так они довезите меня пожалуйста до подъезда игры то может вас проводить а такая нет меня типа парень встречает так в чем прикол ее просто вытащили все нет я говорю то что таксист просто вжал педаль по газу и просто поехал чел ее не успел вытащить она закрыла дверь и все очень много таксистов долбоебов на самом деле но если нормальные я ничего не говорю есть нормальные есть просто неадекваты полные у нас просто в кирове на самом деле где жила у нас не было понятия комфорт комфорт плюс так далее у нас все типа везде эконом и когда ты приезжаешь питер садишься комфорт плюс когда к тебе вообще никто не доебывается просто едет молча это такой кайф всех не писал наверное маме 3 до чат умер чат вы живы не у меня просто отец это же по творчеству или не но я большую мать маленький в кэс и спокойненько с творчеством больше времени он рисовал маму не фотки там есть кого красиво я в телеграм бросал как классно он там рисовал он ухаживал за ней а у тебя родители что-то говорили что всегда за всегда фоточки за классные фотки папа лайка говорит боже какая красивая похудела подключалась молодец после касс на одну до поддерживали не было такого я не соберу мне просто нужно пораньше сегодня закончить стрим я хотела сегодня просто расслаблено по чили посмотреть фильм и все а кто там вообще идет с яичкой боевал юля наташа и все не я наверное ребят не пойду ложь не скажи нельзя нельзя стриме когда я еще стрима на youtube мама смотрелась и вы говорила у меня также вам говорила на будущее хочу сказать ребятам если там кто-то собирается становиться родителями поддерживаете это просто это лучше ну или случайно становиться родителями все равно поддерживать блин у вас там все тепло классно мне вообще не поддерживаю сейчас мне у меня поначалу типа мама вообще очень сильно триггерила и согрелась то что я начала стриме то что мне якобы не хватает времени и так далее на там на учебу некий тысячи свои дела она думала то что я стрима не хожу вообще на учебу ничем не занимаюсь игру у меня на все хватает времени успокойся и потом нормально все наладилось поддерживают я помню я помню и злой ты жирный уебищем ты будешь не ты же не знаешь как мы с ним познакомились музыка надо найти есть у меня в группе в закрепим ты можешь перейти и посмотреть все там траки сабов и из донатов что приходить и не спамят ты уже раскаты уже все успела рассказать да а как члена на мой видео забила каре и сегодня она всем ходила и говорила я видела него вниз кто вы не видел блять все давайте третий вопрос уже нахуй эту тему за делу окей третий вопрос были ли у вас моменты еще вам не нравится что я стопаю я да я не могу досмотреть видео я пищу с вами чувстве чудо и болезни меня не спрашивайте мне тогда ничего все бросить и отдохнуть все полностью полностью все бросить и отдохнуть от всего все заебало надоело депрессии ладно я молчу молча смотрим окей тогда мы сейчас послушаем какие же были сложные времена что вам захотелось бы бросить все полностью чем вы занимаетесь не было такого арина я вообще такой человек я в себе могу закрыться я могу так себя загнать в какую-то такую вселенную свою вообще полностью дать я не могу ни с кем вообще делиться даже с мамой с папой на тихо посмотришь чтобы успеть в три часа начать фильм блять вот этой день и было такое что я просто готова 1 бросить вообще всех и вся улететь уехать и пропасть последний раз последний раз последний раз весной наверное этого года что послужило поводом переломный момент в личной жизни в себе не слишком быстро анализировать себя свою жизнь так нормально что на самом деле что на самом это общество а что именно я хочу не они вообще это часть меня тоже такое посещают мысли а стало лучше ли с весны период мысли то что было михалина а ты не знаю не вот какой конкретной причины у меня было да такое что я не хотела стримить потому что я думаю что это не моё моё это спорт но я в основном и придерживаясь такой тактики стримы тебе хорошо даются ты понимаешь это так плюс минус сидела 200 зрителей выловил я не хочу стримить пизда полтора тысяч все разъёбывает пишет я помню еще современ power когда он начал рейс по моему такое это не моё призвание потому что есть некоторые стимы прям вот видно что они рождены чтобы быть стримерами я родина и мучки развивать если бы я не забросила все в процессе гитара по естественно давайте послушаем одно аудиосообщение она себя обманывает она любит стримить я тоже придерживаюсь такого же даже когда я стремила не просто типа видео или фильмы там че-то мы смотрели а когда я просто играл одно то есть могло игровой какой-то контент когда играл в вов или в доту я недели просто не понимал как может смотреть меня я была настолько типа токсичным уебаном я была настолько агрессивной я вообще я не понимаю как мне очень могли смотреть но были такие люди то есть 400 500 щелов смотрели как я играю в доту на 5к мусора м мэра играю на саппорте и токсич на тиммейтов как это можно было смотреть как это можно было вообще воспринимать как адекватно тип нормальный стримы какой-то игровой контент она так подруг избирательно так так это не гуляем ли ты нас вместе видишь да как контент мейкеров сложно сказать сложные рассказали сейчас я не токсичная сейчас по сравнению с тем что было я адекватно были они у них такая аура душительный именно как девушку в отношении ты выбираешь очень хороший у меня и кстати ни разу по моему это камим и город но она не было мысли бросить мне творчество ни одной ни разу жизнь вот вчера я мысль была типа подавлена нет я не могу быть аниму ёбком подавлю надо быть сильнее и разъёбывать я типа собрался и сегодня я пусть и 4 вопрос будет такой грязный было ли такое что вам донатик предлагал огромную сумму за некоторые услуги или вообще большим стримером большим стрим что они им проще кинуть бабки маленькие что что-то предложить было ли вам такое вообще написали в директ что именно там может просто расколом не типа не было не было типа всегда когда мне донатили какие-то вот сумма одну большую скинут рафляную знаешь типа рафляную 100 тысяч ну нет нет сразу рафляным сообщением я сразу говорю что давай чел эти получи мне не донать но как бы короче не пиши такую хуйню и лучше тогда не донатить или без этих у них не может донатить и все и на этом все останавливалась не естественно не было никаких встреч никаких ой блять и такую хуйню предлагали типа погнали там в ресторан там я тебя сажу а погнали то я тебе сделаю там в таком вот роли на этом директор списали еще каких-то действий единственное что он был один чувак реально который которому я очень нравился мне очень много донатил я сначала хихи ха ха спасибо приятно и он начал мне уже цветы присылать под дверь я такая уже не хихи ха ха и он не задонатил еще я ему сказал все спасибо за деньги едином нет я высказал если хочешь я тебе верну реально все мне не жалко не только ниже под подверь ничего не отправляй у меня вовка ситуация ну одна единственная ситуация ничего такого не было ничего прям сексуальных услуг не предлагали в общем чел знать у меня приблизительно 40 тысяч рублей по 10 тысяч донатил предлагаем не сходить в ресторанная никогда не знакомится интернете особенно через донаты но это очень пиздец если вы хотите знать это ваше добровольное действие а у меня короче меня было хуйня не хочу не буду рассказывать короче у меня было хуйня на youtube я сейчас 3 минута моя на подруга мне донатила и мы короче начали с ней общаться в телеге и там такая резюка была бы ой все я жду интимки теперь в интернете злого ты что там такое было типа я не получилось было прикольно но блять ну не сливай член вы только пожал я жгеру такой шквар но я не за бабки мы так просто интересно общались интересно общались я просто общались не и она там классно она хороший очень человек и не хочу говорить не имя ничего но типа было клуб вас на сколько раз типа салфеток и пойду короче неважно ну и недавно тоже была прекрасная подруга мы с ней общались когда я марте помню стрельну общались ней но на тип они с этого материка я бы хотелось не увидится но я не люблю так долго общаться типа я не привык общаться просто общаться я хочу просто увидеться как минимум чтобы погулять в реалайке намного все по-другому просто стрельнул ну да да я взрослый мальчик я хочу чтобы не сосали шуткам окей 5 вопрос интересно узнать про вашу физиологию вы бы хотели заплатить мне донат чтобы мы с вами погуляли нет даже за 100 рублей ну ладно и так сойдет если вы не платишь 100 рублей это бог при этом воды и убили ли у вас или серьезные травмы вообще серьезные блогеры говорят об этом так что я хочу выходим на послушать его 1 это переломы дефолтный на помню как второй раз палец ну я не чувствовала боли и третий раз когда я поломала руку это были соревнования в киеве я-то еще не жила в киеве перед соревнованиями ночью когда я ложилась спать думаю надо почитать библию чтобы бог мне помог я читаю библию в общем не задумывает это так работает чат скажите так работает я просто ну может тоже воспользуюсь не задумывайся читай себе читаю боже поможи будь ласка выиграть замагание дужественно прошу не базили питала я просто приницкому 3 секунды максимум 5 я просто падаю мою руку как падаешь просто просто упала я не знаю ничего не сделала ни движение не не удар не ногой не рукой просто берут падаю ломаю руку пиздец и что я помню еще не было серьезного страны просто стоял и упал ополнением ножки подкусились немножечко заменки ножки были немножко мне как раз тогда были очень хорошие сейчас я вообще никогда в жизни ломала внутри я вообще после этого случая очень жестко здоровьем и можно конечно 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 пишут хочу сказать о том что вот я пила противозачаточная то есть это оральный когда вот и это очень жестко это очень жестко и песен когда очень опасно я хочу сказать такую мысль что девочки если ваши парни вам предлагают и заставляют это пить это не ваши парни должны их бросать потому что ни один парень не стоит вашего здоровья потому что после этого очень это гормональный сбой это в будущем скорее всего вы если будете употреблять этими таблетками то в будущем просто может сможете даже не забеременеть то есть будет очень маленький шанс забеременеть может разнести но гормональный сбой типа вы должны понимать это ваше будущее и вам это лечить за ваши деньги потом вот если что так что не пейте ну я не буду рассказывать что мы там страшно если чел не готов взять ответственность то пошел она когда не берите его члену лучше берите в рот все с ртом связано по моему следующий вопрос 6 задумывались ли вы о том чем будете заниматься после завершения карьеры снимра если дата чем на самом деле было но это очень сложный вопрос потому что ответы я так не нашла наверно больше не было вот честно почему вы фоткались омска ой блядь это я просто прохожу в толпу с юлей у меня выцепляет щел и не помню как у него никнейм играть сфоткаемся такая ну окей давай сфоткаемся и блядь вы просто вот увидели эту блядь еще же не найдут фотку мне просто так размазала это я потом как-то найду вам покажу аюля просто ушла играть я почувствовала то что с тобой фоткаются я такая просто сливаюсь блять так не люблю вот это а что будет если я а когда тогда я не вот я я вас весной той же я даже представить себе не могла что я буду в киеве перееду в киев применяем свою любимую город город на другой город и вообще что так сложится все а тут задумываться о том кем я буду и кем я стану там через какое-то будущее вообще это отмена я действительно об этом не думаю то есть я вот прям вот первая мысль что я и вот туда в мусорку просто поэтому да не было просто я развиваюсь я двигаюсь а там просто как сложится судьба вот так понимаешь я просто знаю что я могу вот так я буду тем-то тем-то ну я же ну по факту типа не факт что я буду вообще как все будет блин а ты мне кажется я задумалась ну что я не думаю что я буду сильную допустим достать лет обрегу и стремить кормление ребенком другим я такая так сегодня мне раньше стрим надо выключить надо меня но если бы меня бы доски смотрел я бы еще стримила у меня понятное дело было бы нянь сзади на заднем фоне кормила и вдруг это мужчина будет нянька ты не думала в чем он будет кормить мужу это объяснишь меня нет мужа да иначе мужа нет я еще не замужем почему-то почему-то я не замуж не могу понять почему палец ждет и я тоже не только палец а вот я задумывалась но ответа нет я говорю я не знаю чем бы я хотела заниматься в будущем у тебя устраивает то что я сейчас я устраиваю как вдруг конечно умеется не гранит я хотела чем-то огромным заниматься масштабным там я огромный кстати масштабный я понял ты хочешь руководить любишь доминировать руководить если огромный среди тогда у меня есть для тебя совет хочешь строить строй свое будущее его руководителя какого-нибудь типа штапана руководителем всеми заправляла команда проект туда-сюда но это не факт что этим буду заниматься просто не модер поменять пожалуйста название моего стрима на 309 хорошо были сексуальный опыт с девушкой вообще